Кабельные воины, управляющие компанией, в очередной раз защитили интересы жителей и оставили их без связи. Снова история повторяется. Сотрудники МТТ «Коннект» поднимаются на чердак пятиэтажки дома номер 8 по улице 2-я Чайковского. Оборудование кем-то повреждено, надрезан кабель. А здесь, между прочим, располагается аппаратный узел, с которого запитана значительная часть сортировки. Без интернета, телефона и телевидения, жильцы многоквартирных домов, детские сады, аптеки, НИИ, материнство и детство. Доступ на чердак возможен лишь только через подъезды, люки, которых закрыты на замки. Ключи от замков находятся в управляющей компании. Ну, возможно еще, что ключи, может быть, есть у кого-то из жильцов. Во всяком случае, доступ нам сюда только через управляющую компанию. А значит, и порчу совершил тот, у кого были ключи от чердака. Специалистам придется переваривать оптический кросс. На работу уйдет часа два. Но проблема в том, что случай не единичен. Уже неделю сотрудники МТТ «Коннект» объезжают свои объекты и устраняют следы вандализма. Пострадали не менее двух тысяч абонентов. Почему удар пал именно на этого оператора связи, предположить сложно. Зато есть версии, кто войну развязал. Около полугода назад все операторы практически связи в городе Иванове получили стандартные типовые обращения от группы управляющих компаний, входящих в стратегию, о том, что предложено управляющим компаниям компенсировать частично расходы по обслуживанию наших сетей. Как будто бы оказывают они нам какие-то возмездные услуги, и за это они хотят получать ни много ни мало 400 рублей за многоквартирный дом. За что конкретно должны платить управляшкам операторы связи, не понимают. Разве что за ключи чердака, который по госстроевским нормам должны предоставлять и так. Наше оборудование мы обслуживаем сами. За размещение многоквартирному дому платим сами. За электроэнергию платим самостоятельно в СК «Гарант». Какие услуги нам оказывает управляющая компания, нам тоже непонятно. Все факты вандализма зафиксированы полицией. Кроме того, руководство МТТ «Коннект» обратилось с заявлением в МВД и областную прокуратуру. В курс дела поставлено управление ФСБ. Оператор связи несет серьезные убытки. Порча имущества, оплата внеурочных своим сотрудникам, перерасчет пострадавшим абонентам. Вся история – какое-то дежавю. Полтора года назад наш телеканал уже освещал конфликт между интернет-провайдерами и управляющими компаниями. Дело тогда закончилось вмешательством прокуратуры. После обращения пострадавших абонентов в приемную Владимира Путина. К управляющим компаниям были внесены представления со штрафами. И ситуация затихла на полтора года до прошлой недели. Когда наиболее пострадавшим оказался Билайн. Теперь под нож попал МТТ «Коннект». Елена Белова, Антон Осипов, Артова Иванова.